Прошла почти неделя после скандального события, когда дочь Алсу неожиданно победила на конкурсе «Голос», детский конкурс в России, и вдруг все это вызвало буквально волну возмущения, при этом не просто народного возмущения, как обычно малозаметного, но и даже свой голос возвысили, ну такие прилежные при режиме, вечно поддерживающие тихо или явно режим такие люди. Как Валерий Меладзе, Максим Галкин, Дмитрий Нагиев и прочие служители этого самого режима. Я понимаю, как сейчас многие возмущаются, но нет, нет, конечно же, они недовольны. Да, они все как бы недовольны, но при этом никто особо ничем не возмущен, и лишь в последнее время они, как я уже сказал, начали себе позволять. Вообще, все эти возмущения мы будем наблюдать теперь все больше и больше, почему, я скажу позже, а сейчас о фактической стороне вопроса. Что произошло? Некая богатая наследница, зовут ее Микела Абрамова, дочь певицы Алсу, бездарной, малопопулярной и не обладающей какими-то особыми качествами певицы, неожиданно победила на конкурсе с большим отрывом. Скажем прямо, кто является родителями этой девочки? Это певица Алсу, она, в свою очередь, дочь совладельца Лукойла и бывшего сенатора Ралифа Сафина, очень богатого человека, а папа некий Ян Абрамов, сын известного банкира Рафаэля Абрамова. Проблема в том, что Микела Абрамова, эта самая девочка, кстати, у нее день рождения 29 апреля, и получила она, так сказать, свою победу к дню рождения, большую часть своей жизни вообще на территории России не находилась. Она всю жизнь жила либо в Великобритании, либо в Соединенных Штатах, либо в Израиле. В Россию, как известно, все подобные люди и их дети приезжают крайне редко, вообще, так сказать, по праздникам, ну, например, «победить» на подобном конкурсе. То есть, как пишут везде, некая мажорка приехала и нагло забрала победу. А соперники у нее были очень талантливыми и уже успели завоевать зрительские симпатии. Понятное дело, что все произошло, как и происходит в России, естественно, не по справедливости, потасовано, куплено и прочее. Есть некоторые наивные люди, которые говорят, нет, ну, может быть, все-таки люди голосовали за дочь известной певицы. Ничего подобного. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно пройти в интернете и, например, посмотреть любой ролик с этой самой Микелой Абрамовой. Простой пример. В финале она исполняет песню «Ты здесь». На этом ролике 5000 лайков и 47000 дизлайков. То есть, вот эта дифференция, она говорит сама за себя. И то же самое под роликами тех детей, кого предполагали на роль победителей, совершенно обратная картина. Лишь небольшое количество дизлайков и очень большое количество лайков. То есть, поддержка, оценка таланта очевидна. И речь идет о мальчике, который наверняка должен был выиграть этот конкурс, некий Максим Иржан. Все отметили, что очень талантливый, одаренный ребенок. Но ничего подобного. Микела Абрамова забирает свою победу, а ее мама Алсу, насколько известно, едет на Евровидение от России. То есть, как и все происходит в России, плевать они хотели на общественное, народное мнение. И дальше будут делать то, что считают нужным. Но о чем говорит нынешняя ситуация? Почему я решил об этом сказать? Все прекрасно понимают, что этот голос – это всего лишь отражение в общем ситуации в стране. Естественно, если в стране нет никаких выборов ни мэров, ни губернаторов, ни президента, то почему выборы должны быть, например, на песенном конкурсе? Понятное же дело, что система везде функционирует одинаково. Людей используют как лохов, делая вид, что они якобы на что-то влияют. А на самом деле все заранее известно. И если в случае с президентом людей это возмущает, но они помалкивают, то в этом случае они вдруг не хотят больше молчать. Потому что как бы здесь они проецируют все то же, всегда одну и ту же ситуацию. Мы в этой стране ничего не решаем. И здесь, как говорится, за дело заживое. Второе, что показывает – это возмущение. Оно показывает, что недовольство в обществе, его процент уже такой высокий, что люди готовы взорваться по любому поводу. Даже, казалось бы, по такой мелочи, но кого интересует, где и кто там победил. Но все это обсуждают, на всех сайтах об этом пишут, в крупных изданиях об этом говорят. Это значит, что люди недовольны вообще в целом, ситуацией в целом. Сейчас, как говорится, любая искра может воспламенить огромное пламя, всепоглощающий огонь всеобщего российского недовольства жизнью. И третье, о чем говорит вот это возмущение. Больше никакой любви к власти нет и быть не может. Эта любовь растворилась. А как мы знаем, прошедшая любовь очень часто перерастает в ненависть. Никто уже не собирается поддерживать ни Путина, ни его приятелей, ни тех, кто выдает его за своих приятелей. Это то, о чем я говорил в начале. Все эти «звезды» в кавычках сейчас унюхали в воздухе распространение всего этого недовольства. И они, как известно, чувствительные животные, тут же это подхватили. И теперь мы будем видеть очень много выступлений вдруг неожиданных людей. Я вполне могу представить, что что-то выскажет против власти какая-нибудь Валерия, какой-нибудь Плющенко, недавний путинский приспособленец, или какие-нибудь театральные деятели типа Владимира Машкова, который вот-вот только что восхищался своим президентом. Вдруг все они начнут роптать. Господа, мы очень скоро будем наблюдать это со всех сторон. А еще через какое-то время все эти граждане превратятся буквально в борцов с режимом. Вот в интересное время мы сейчас живем. Процесс формирования династической аристократии в России будет сложным. Посмотрим, кто кого победит. Либо зажравшиеся миллионеры, олигархи, министры, создающие и греющие места не для талантливых и предприимчивых, а исключительно для своих детей. Либо люди, которые с этим мириться не хотят, но пока ничего изменить не могут. И так что-то повисло в воздухе. Скорее всего, процесс уничтожения этого режима уже запущен и идет во всю силу. Только пока еще они этого не поняли, либо уже начинают понимать, но еще не хотят в это поверить. Субтитры создавал DimaTorzok